МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раньше шерсть помогала собакам спастись от укусов волков. Ведь пули, пастухи, одним движением они запрыгивали на спины овец и охраняли стадо. Сейчас этих собак нередко берут на службу и охрану. Он, поскольку пастух, он следит все время. Он отбегает вперед, потом ждет, пока все пройдут, пересчитает, дойдет, дождется, пока я пройду, удостоверится, что все на месте. Мыть такого стильного питомца нужно минимум раз в месяц. Вспенить губку и аккуратно, разделяя дреды, чистить. Выбирайте шампуни, в составе которых есть масла. Процесс долгий и может занять целых три часа. Не забудьте про кондиционер. И имейте в виду, сохнуть собака может целых три дня. Под этими дредами может скапливаться большое количество различного мусора, грязи. Посмотрим, чтобы собака не бегала по траве цветущей, по траве, которая отделяет семена. Желательно, чтобы это не было сразу после дождя или поросе. Потому что смачивая кожу, пыльца может дополнительно раздражать ее. И я бы рекомендовал все-таки на лапы что-то надевать в виде резиновой обуви, для того, чтобы не было дополнительного раздражения. Пикон, 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 пикон. Пули – активная порода, которая любит физические нагрузки, свободу и простор. А еще разучивать команды. Поэтому домоседам такой питомец не подойдет. Это собака, которой нужно много активности, прогулки, хайкинг, горы, джилити. Вот там много-много энергии у этой собаки есть. И это, конечно, здорово, потому что эту энергию она дарит в ответ. При дрессировке кричать на венгерскую овчарку нельзя. Иначе собака обидится и может даже отказаться от еды. Для веселых и верных пули – хозяин центра вселенной. Они довольно осторожные. Есть представители, конечно, дружелюбные. Есть не очень дружелюбные. Вот он не очень дружелюбный. Ему надо познакомиться поближе с человеком, тогда он к нему проникнется. В рацион пули нужно обязательно включить витамины В, омегу-3 и 6. Цена щенка пули от 45 тысяч рублей. Если вы активны и готовы к постоянному вниманию, присмотритесь к этой породе. Познакомились с живой мочалкой Татьяна Рябова и Константин Фролов. Субтитры создавал DimaTorzok